Вслед за заявлением президента Путина о том, что террористов нужно найти и уничтожить, где бы они ни оказались, российские вооруженные силы атаковали ИГИЛ. Бомбардировщики дальней авиации сразу с нескольких баз, потом удары ракет из акватории сразу двух морей, Каспийского и Средиземного. Все, чтобы террористы четко знали, пощады не будет. Мой коллега Тимур Сиразиев наблюдал за этой новой фазой противостояния и слушал отчеты о ее первых результатах. Надписи на бомбах «За наших» и «За Париж», совсем как знаменитые эскадрильи Нормандии «Неман», когда нужна одна победа против общего врага. И несмотря на недавнее несправедливое обвинение, мол, бомбят они ни тех и ни там, для этих ребят нет чужой беды и чужой боли. Послание предупреждения старательно обводят каждую букву, чтобы видели и ждали. Россия наносит ответный удар. Ту-22М3 взлетает на максимальной скорости в 370 км в час. Двигатель на пределе. Бомбоотсек загружен. Сверхзвуковой ракетоносец способен нести 24 тонны боеприпасов. Высокая точность метания достигается за счет установленного в самолете современного комплекса прицеливания. Уникальность самолета заключается в конструкции крыла. Эта часть неподвижна, а эта часть двигается вперед-назад. Когда самолет взлетает, крылья максимально расправлены. А если он летит на сверхзвуковых скоростях, то эти части прижимают. Похожая конструкция крыла у стратегического бомбардировщика Ту-160. Это самый мощный ударный самолет в мире. Масса боевой нагрузки свыше 40 тонн. Высота полета до 16 тысяч метров. Без дозаправки может пролететь 14,5 тысяч километров. В операции задействованы самый быстрый и большой винтовой Ту-95МС. Последние минуты перед стартом. Инженеры и летчики проверяют работу двигателей и всех систем. Этот самолет в воздухе проведет как минимум 7 часов. Ту-22М3 взлетели в Моздоке. Облетели Турцию через Азербайджан, Иран и Ирак и сбросили бомбы в Сирии. Стратегическая авиация взлетала с аэродрома в Энгельсе. Ту-160 и Ту-95 летели над Казахстаном, затем над Каспийским морем. Запуск крылатых ракет произведен на территории Ирана. В пятницу стратегическая авиация взлетела также с базы под Мурманском. Пролетев рядом с Финляндией, Норвегией, Великобританией, Францией, Испанией, звено Ту-160 в районе Гибралтара произвело ночную дозаправку. По сложности это ювелирная работа. Пилоты бомбардировщика должны попасть штангой в конус датчик, который выпускает заправщик. Все происходит на скорости 600 км в час и расстояние между самолетами всего лишь 20 метров. После нанесения удара стратегические бомбардировщики летели над Ираном и Ираком и произвели еще одну дозаправку. Общая протяженность полета составила почти 13 тысяч километров. Уничтожали не только военные объекты террористов. На этих снимках видно, цепочки грузовиков растягиваются на километры. Такие караваны называют нефтепроводом на колесах. Нелегальная продажа нефти – один из главных источников дохода ИГИЛ. Российские боевые самолеты выделены на так называемую свободную охоту за автомобильными цистернами, перевозящими нефтепродукты. Авиационная группировка увеличена вдвое. По террористам наносят удары 69 самолетов. Из них 32 на аэродроме в Сирии. Из России на боевые задания вылетают 11 стратегических и 8 многофункциональных бомбардировщиков, 14 дальних ракетоносцев и 4 истребителя. До начала операции возмездия максимальное количество вылетов в день составляло 88, сейчас 143. В целях повышения оперативности вскрытия объектов противника и точности определения координат целей продолжается усиление космической разведки территории Ближневосточного региона. К ведению разведки привлечены 10 космических аппаратов видовой и радиоэлектронной разведки, в том числе гражданского назначения. Планируется дальнейшее усиление орбитальной группировки за счет задействования космических аппаратов, находящихся в оперативном резерве, а также запуска новых. Все эти данные начальник генерального штаба сообщил верховному главнокомандующему в первый день массированных авиаударов, во вторник. Тогда Владимир Путин обратился ко всем участникам операции. Выполняя боевые задачи по борьбе с террористами в Сирии, вы защищаете Россию и ее граждан. Хочу поблагодарить вас за службу и желаю удачи. Российская армия нового уровня. Эксперты говорят о сирийской операции, что по ней можно судить о реальном уровне боеготовности вооруженных сил России, который, по оценкам наблюдателей, многократно возрос. Впервые в таких масштабах и на таком уровне происходит взаимодействие всех подразделений воздушно-космических сил. Россия до этого никогда не использовала стратегическую авиацию против реального противника. Современные беспилотники и космические спутники передают информацию, на основе которой наносятся удары. К операции привлечен флот. Морская группировка насчитывает 10 кораблей. И все это работает без боев, в круглосуточном режиме. За кадром остаются усилия целой армии инженеров, связистов, техников. Тот факт, что за все время операции не было ни одного происшествия с авиатехникой, доказывает, насколько профессионально делают свою работу летчики и все, кто им помогает. Добиться этой слаженности и четкой координации работы всех штабов удалось в том, числе благодаря многочисленным внезапным учениям и проверкам последних лет. Изменения, которые происходили в российской армии, теперь могут оценить и зарубежные эксперты. Они признают, механизм работает как часы. Результат впечатляет. Путин бьет ИГИЛ туда, где больно, пишет британская Daily Mail. Такая масштабная операция российской армии для многих иностранных экспертов стала сюрпризом. Американцы, например, пишут, что мы прошляпали реальную мощь и реальные возможности российской армии. Арличане говорят, что мы недооценивали и возможности российской экономики, российского оборонного комплекса, возможности российского политического и военного руководства. Но в сущности Запад делает один вывод. Мы недооценивали реальное положение российской армии, ее уровень боеготовности. В комментарии Министерства обороны к этому видео написано, Ту-160 наносит удар новейшей ракетой. Специалисты уверены, это Х-101. Последняя разработка российских конструкторов. Большинство характеристик – военная тайна. Поражает цели на расстоянии свыше 5,5 тысяч километров с точностью до 2 метров. Россия использует в Сирии и уже зарекомендовавшие образцы боеприпасов. Например, корректируемую бомбу КАП-500, которая оснащена автопилотом, или фугасную ФАП-250 и 500, способную пробивать 6-метровые бетонные перекрытия. Также удары наносятся самыми современными высокоточными ракетами «Калибр». Их первый боевой пуск состоялся 7 октября. Тогда все цели были уничтожены. В пятницу российские моряки повторили залп с кораблей в Каспийском и Средиземном морях. Начиная с 30 сентября российские летчики совершили более 2,5 тысяч вылетов, нанеся почти 5 тысяч ракетно-бомбовых ударов. Эти результаты значительно отличаются от итогов бомбардировок коалиции, возглавляемой США. К примеру, только во вторник российская авиация совершила 127 вылетов, уничтожив 206 объектов. Авиация США сделала 20 вылетов. Говорят, уничтожили 14 объектов. Военно-воздушная коалиция, которую возглавляют США, работает против исламского государства уже год и три месяца. За это время эта военно-воздушная коалиция осуществила более 6,5 тысяч ракетно-бомбовых ударов по ИГИЛ. И за это же время вооруженные формирования ИГИЛа захватили примерно 75% сирийской территории. Это вот вам реальный показатель эффективности, в кавычках, того, что делали американцы и их союзники. Американцы не желают бомбить ИГИЛ. Они ждут, когда падет АСАД. Точнее, ждали этого до момента, пока Россия сказала, что правила игры будут теперь определяться на основании норм международного права. Но, разумеется, сегодня США не хотят содействовать российской военной операции. Поэтому идет либо имитация бомбовых ударов, либо их число сознательно уменьшается. Вот фотографии, опубликованные на сайте, который называется «Блок Дракулы». По данным ресурса, это результат бомбардировки американской авиации. Следы в форме Христа остаются после попадания воскоточных ракет, когда разлетаются все четыре стены. Судя по снимкам, разрушены постройки в чистом поле, где никого нет. А там, где пилоты могли бы уничтожить противника, им просто не давали соответствующего приказа. Об этом еще в мае сообщал американский новостной телеканал Fox News. Американские пилоты, осуществляющие воздушную войну против исламского государства в Ираке и Сирии, обвиняют руководство в бюрократии, которое не дает возможности принимать решения быстро. Как рассказал пилотов 18 на задании, «Мне не раз приходилось видеть бойцов ИГИЛ, но я не мог получить разрешение на их уничтожение. Меня это разочаровало. Возможно, боевики убивали невинных людей, а я не мог ничего сделать». В репортаже использовано видео с беспилотников иракских военных. Если бы Пентагон предоставлял такие же кадры из Сирии, сомнений в эффективности авиации антиигиловской коалиции наверняка было бы меньше. Но получить их не могут даже американские журналисты. Вот эпизод сюжета общественного телеканала США. «Только вчера армейский полковник Стив Уоррен заявил, что под прицелом главный источник финансирования ИГИЛ. Впервые удары нанесены по нефтяным объектам». Эти кадры к армии США не имеют абсолютно никакого отношения. Журналисты выдают за успехи Пентагона результаты российской операции. Видео украдено. Вот официальный канал нашего Министерства обороны на Ютубе. Именно здесь и выложен этот файл, причем еще 18 ноября. На странице видеоотчет о каждом дне российской операции в Сирии. Военные максимально открыты. Подробно показывают и объясняют, где что и кто был уничтожен. Боевики признали ликвидацию в результате ракетно-бомбовых ударов российской авиации полевых командиров Абу Нурл-Багаси, Мухаммеда Ибн-Хайрата, Аль-Акаба, действующих в районе Алеппо. Главным подтверждением эффективности российской операции может служить изменившаяся линия фронта. Сирийская армия ведет наступление на позиции террористов сразу в нескольких направлениях. Серьезные сражения идут вокруг городов Пальмира, Алеппо, в провинции Латакии и около столицы страны Дамаска. Об итогах четырех дней операции возмездия министр обороны доложил Владимиру Путину в пятницу по видеосвязи. В общей сложности в ходе воздушной операции стратегическая оперативно-тактическая авиация совершила 522 самолета вылета. Осуществлен пуск 101 крылатой ракеты воздушного и морского базирования. Сброшено 1400 тонн бомб различного назначения. Всего поражено 826 объектов противника. Основные усилия сосредоточены на подрыве финансово-экономической базы ИГИЛ. Уничтожено 15 объектов хранения и переработки нефти. 525 автоцистер. Прекращена поставка на черный рынок 60 тысяч тонн нефти в сутки. А террористы недосчитались полтора миллиона долларов ежедневно. Выслушав доклад, верховный главнокомандующий обратился к военным. За последние несколько дней проведен очень большой объем боевой работы. Над выполнением поставленных перед вами задач работают большие коллективы. Это большие коллективы в промышленности, в военной организации государства. Все компоненты, по сути, связанные с выполнением задач подобного рода, нами задействованы. Задачи выполняются и выполняются хорошо. Хорошо. Я хочу вас всех поблагодарить. Но отмечаю, что этого пока недостаточно для того, чтобы очистить Сирию от боевиков, террористов и оградить Россию от возможных террористических атак. Перед нами еще большой объем работы. Надеюсь, что последующие этапы этой операции будут проводиться так же профессионально, так же качественно. И принесут ожидаемые результаты. По поручению Владимира Путина российская эскадра, находящаяся в Средиземном море, уже наладила контакт с моряками из Франции. К берегам Сирии идет флагман флота, авианосец Шарль де Голь. Действия французских и российских военных должны придать операции против террористов дополнительную мощь. Тимур Саразиев, Евгений Маруськин, Регина Мещерякова, Вадим Денисов, Александр Гусев, Первый канал.